друзья всем здарова вы на канале никита крылова который называется погнали я не зря подлыл камере потому что у меня здесь налит налит кофе у меня в общем здесь вот прямо сейчас нахожусь я в фургаде нахожусь в египте в общем зимним египте ой блин вот чуть выше начинаю вылазить из воды реально становится прохладно потому что только зима еще и порывы ветра иногда бывают сейчас значит надо немного напитка выпить что было потеплее ваше здоровье как говорится итак возьму камеру рассказываю сейчас вообще какая ситуация мы здесь по сути первый день мы только вчера прилетели видео это формата день в день поэтому она будет снято одним кадром я просто расскажу что здесь как происходит насколько здесь ужасно насколько здесь холодно насколько здесь невыносимо насколько здесь вообще никогда не надо сюда долететь в общем все 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 вот эти вот самые главные штуки вам сейчас про них все и расскажу и так мы прилетели кстати важные нюансы сразу расскажу видео я скажу день в день вчера тоже выходила день в день вот в аэропорту кто не посмотрел там новые правила поэтому посмотрите видос мой предыдущий, но самое главное тезисно скажу, что наоборот они не ужесточили, а улучшили въезд, поэтому сейчас не только с ПЦР-тестом, а и с другими видами тестов можно приезжать сейчас даже если вы приехали без ПЦР-теста, вы можете спокойно тоже сдать это все в аэропорту если вы приехали без вакцины, тоже можете ПЦР-тест сдать в аэропорту или где, короче, намного проще стало приехать в Египет, вот так скажу вот, поэтому остается только делая за малым выбрать, хотите вы сюда ехать или не хотите главный вопрос почему, может быть, вы не хотите сюда приехать, конечно же, погода что касается погоды, я не знаю, что было вчера ну, днем, хотя мы были но что было вот в это время хотя нет, в это время мы уже были, примерно было то же самое просто по прогнозу сегодня писали холодно, вот, насколько холодно ну, вот, смотрите, мы встали в 9 утра до 10 у нас завтрак вот, с 9 в 9 реально холодно было ветер там холодный был такой холодный мы в кофтах пошли на завтрак позавтракали, вернулись номер посидели там а, обошли территорию отеля тоже все это видосы выйдут обязательно у меня вот, обошли территорию отеля посмотрели, присмотрелись где мы будем купаться где мы будем загорать вот, после этого же мы же присмотрелись пошли в тот бассейн куда мы хотели и передумали пошли в итоге мы в наш бассейн у нас бассейн отеля Аквависта вот, и прямо сейчас вы видите, что мне очень холодно я дрожу но терплю на самом деле бассейны подогреваются немного концепция изменилась отелей потому что раньше больше отелей больше бассейнов грелось сейчас в каждом отеле а здесь территория трех отелей Акваблю Альбатрос Аквависта и Аквапарк в каждом отеле один подогреваемый бассейн размеры бассейна хорошие то есть никаких там очередей на лежаках никаких вообще где-либо очередей мы не видели вот ну, возможно что-то углядим обязательно вам покажем поэтому подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы ничего не пропустить ну и кроме того есть инстаграм-аккаунты инстаграм-аккаунты сразу упоминаю вчерашнюю историю ссылка есть в описании переходите смотрите а что за вчерашняя история кто уже подписан те, конечно же, в курсе вчера взломали Юлин инстаграм вот и в общем-то там писали что ну, писали нехорошие вещи как всегда вымогали деньги маме плохо писали там какие-то видео даже скидывали очень много человек ответило и там ввели прям переписку от Юлиного имени вот ну и знаете такими фразами что я не могу говорить сейчас просто скинь деньги в чем суммы не огромные назывались там например срочно нужно грубо говоря там 500 долларов вот друзья давайте все вместе быстро поможем скинем там по 10 долларов вот вам будет 500 долларов кто-то ну говорят что повелись не знаю может в общем надеюсь что действительно никто не повелся не ведитесь проверяйте информацию если что как-то переспросите через час можно переспросить в общем такая неприятная история у меня кстати тоже такая была подобная история как-то раз папе позвонили вот ночью он мне рассказывал он мне рассказал это уже через пару лет я в этот момент учился в Киеве ему звонят и таким папа мне плохо вот папа такой отвечает вот ну и дословно что он сказал я говорю папа мне плохо а он говорит иди посри и все вот ну дословно прямо вам рассказал но он услышал сразу же что это не я хотя там пытались естественно как-то это все голос мой изменить понятно что он изменен и потому что я плач мол якобы где-то я в полиции нахожусь срочно вышли деньги помоги мне короче ну не повелся молодец папа вот ну тут кто-то сказали что повелись итак самое главное насчет температуры насчет комфортности температуры вот в бассейне отлично в бассейне прям супер но если вот так выглядываешь уже начинает прохладно из-за того прохладно быть что ветерок на улице сейчас вот в телефоне показывает 16 градусов но мне честно говоря не верится как только ветерок прекращается как только выглядывает солнышко обалденная погодка просто супер погодка ну а когда ветерок да все мы знаем египетский знаменитый ветерок он достаточно прохладный поэтому насчет того что лететь не лететь я не знаю выбирайте сами думайте сами если есть выбор вот например полететь в какую-то более жаркую страну то конечно можно более жаркую а потом вернуться уже сюда в египет это да но если выбор стоит между тем чтобы сидеть дома в холоде в снегах в общем и просто думать нет не поеду потому что там холодно но холодно ведь относительно правильно вот сейчас я не сказал бы что мне холодно то есть отлично все ну я думаю вы все по картинке смотрите сейчас у нас обед 12.30 все ушли прям обедать ну а мы что-то не знаю решили что пока мы не хотим есть может быть снэк бар сходим не знаю просто честно говоря когда выбор еды большой то вообще не хочется переедать никаким образом у меня сегодня на завтрак было сосиска там как-то пюре я поел чуть-чуть в общем всего взял и прям вообще ничего не хотелось кофе здесь кстати классный кофе капучино прям взяли настоящий с кофемашины но я смотрю вот я не один такой который не захотел идти на обед так сейчас я думаю к Юле поплыть посмотрим что она нам скажет по поводу погодки хороший напиточек прохладненький такой отличненький Юля укуталась дело в том что она сначала заходила в этот бассейн она говорит очень холодно очень холодно когда заходишь действительно вот это сверху пленочка кажется что реально прохладненько но как только ты погружаешься в воду то чувствуешь себя просто идеально поэтому я сейчас не хочу вставать хотя я здесь иду на коленках вот но вставать я не хочу потому что ветерочек заставит меня чувствовать себя дискомфортно это у нас главный ресторан отеля Аквависта и вы можете прямо увидеть что толпы людей стоят вот сейчас сейчас у нас обед жарится здесь барбекю что-то вы видите да просто повар не справляется вот толпы стоят и кстати сарказмом а кто здесь был лет расскажите пожалуйста реальность ну не летом а скажем а в сезон действительно здесь бывают вообще очереди или нет потому что мы были с Лехой в Акваблю с Лехой с Дианой с Дашей не было вообще никаких очередей ничего не было и самое главное что погода тогда кстати была получше но мы были получается господи я не помню у нас путешествие было с февраля по март вот ну там захватывали два месяца расскажите прям сезон бывает нет очереди потому что я никогда не встречал ну и мы кстати когда были здесь это было два года назад прям до пандемии до всей прям мы встречали эту всю пандемию здесь здесь была чуть другая концепция все отели подогревали ой вечно отели все бассейны подогревались сейчас нет а нет все кроме горок вот сейчас подогреваются по одному бассейну в каждом отеле и плюс детские бассейны подогреваются кто с детьми реально классная температура прям вообще все вот эти детские горочки маленькие они все подогреваются взрослые нет так Юлию тут мы хотим спросить что с ней происходит холодно ветер задывает шею шею даже прям так все печально в общем я легко продув чтобы уши заболели шея а у тебя болят уши сейчас да надо тебе такое как это в больнице знаешь носят иногда шея ну или для котов такие тоже бывают колпаки вот такой тебе купить вообще-то тоже что ты удобно еду наложила себе этот колпак или напитки трубочку да в общем друзья как вы понимаете не бережем мы себя и все ради вас то есть мы поехали в Египет не потому что мы захотели просто кайфануть а все ради подписчиков конечно же конечно же вот ну вот а кстати это инстаграм у тебя все восстановилось да короче вчера мы его восстанавливали это прям ого реально ветерок хороший пошел это прям был эпический момент какой-то но вот представляете у вас нет доступа пароль поменяли все поменяли аутентификация стоит через телефон но дело в том что там как-то приходит пароль на телефон а что потом было я не помню ну мы сфотку отправили лисад да-да-да короче приходит пароль на телефон и что потом он тебе говорит пароль пришел на телефон и все равно что не могла войти какой-то пароль короче не могла войти потом написала письмо в поддержку ты фотографируешь себя пишешь определенный код на бумажке пишешь свой аккаунт как он там называется и короче вот это техподдержка она только тебе уже может помочь восстановить доступ к аккаунту хотя вы читали были случаи как бы техподдержка все равно не помогала поэтому я считаю что относительно юле повезло и все нормально все восстановили сегодня да кстати зашла в аккаунт и там реально вот эти все сообщения все осталось что люди а да конечно если почистить ленту это уже палевно будет слишком потому что если ты хочешь прям аккаунт украсть а им хотелось просто немного денег заработать поэтому ну да действительно с аккаунта ничего нет они остались те посты остались и старые посты это что мошенники написали переписка все осталось обед на бар вот сюда ну давай сейчас давай сходим так ну что друзья мы тогда сейчас пойдем пообедаем чуть предлагаем вам в эту секунду подписаться пока мы будем есть обязательно заходите на нашем инстаграм аккаунт их надеюсь что больше никогда их никто не взломает потому что действительно неприятная ситуация что касается погоды я думаю я все объяснил если ветерок прохладно если нет ветра то реально классная температура да вот сейчас это вот прям сейчас секунду назад не да да уже кажется минус 22 когда по ощущениям ну что мне нравится в египте зимой то что в принципе ради чего мы приехали вы можете посещать экскурсии где заказывать экскурсию самый простой способ самый выгодный способ это култрипсиджип точка ру заходите ссылки есть в описании реально по цене классно и в такой вот не сезон очень классно по погоде очень классно в этих храмах везде просто идеальная погодка потому что некоторые пишут почему хургаду они в шарм прилетели да потому что мы приехали чтобы ездить по разным классным местам и надеюсь что вы будете вы вместе с нами и всем нам будет мега интересно все друзья пока 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 будьте здоровы будьте счастливы приезжайте я думаю что сегодня самый холодный день на самом деле будет еще теплее ну так по крайней мере по прогнозу вот и мы и отдохнем и на солнышке мы отдохнем и на экскурсиях рад на разных очень будет очень очень интересно потому что наше путешествие только-только-только начинается все будьте здоровы будьте счастливы инстаграм я сказал подписывайтесь ссылки есть в описании ну и здесь конечно подписка ставьте колокольчик и следите за тем что у нас будет происходить давайте я вам еще пару секунд покажу египетской погодки вот она какая чудесная ветерок но тем не менее вот кто-то в куртке сидит на шезлонге а кто-то сидит в купальнике тут как говорится выбор каждого